Из ветхого и аварийного в новое и благоустроенное в Яльчиковском районе новоселье отметили коровы. На днях в деревне Новая Антиберия Волоштыбинского сельского поселения открылась новая молочно-товарная ферма. Ферму возвели менее чем за год. Прежнее здание, которое было построено еще в прошлом веке, обветшало. В 2007 году семья Бекуловых решила открыть здесь молочно-товарную ферму. Благодаря гранту в 5 миллионов рублей удалось оборудовать доильный зал, комнату для персонала, животноводческие помещения, отвечающие самым современным требованиям. Здесь одновременно могут разместиться более 100 голов крупного рогатого скота. Проектная мощность предприятия – 520 тонн молока в год. С открытием новой фермы появилась и возможность трудоустройства сельчан. Сейчас здесь трудятся 10 человек, зарплата которых в среднем составляет около 10 тысяч рублей. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов отметил, что открытие нового предприятия – значимое событие не только для жителей Лащ-Тайбинского сельского поселения, но и в первую очередь для всей республики. Ежегодно, несмотря на все трудности, которые происходят у нас в сельскохозяйстве, вы знаете, что в этом году и засуха была, и очень тяжелая уборка. Но есть такие руководители, которые грамотно ведут бизнес сельскохозяйственный и вкладывают деньги, получают результат. И вот сегодня здесь открытие крестьянского фермы с хозяйством – это Бекулова, который, пусть даже воспользовался грантом, который был выделен как из федерации, так и из республиканского бюджета. И вот завершил строительство фермы. Я считаю, что это важные моменты. И в целом по Чувашской республике у нас семь фермеров таких. Всего же за последние два года государственной поддержкой воспользовались 10 хозяйств республики. Общий объем грантов составил более 62 миллионов рублей. Благодаря такой поддержке семейные фермы закупают различную сельхозтехнику, племенной скот и получают возможность развиваться, а затем успешно конкурируют на рынке.